Очень уважаемые коллеги, в принципе, первый доклад, который я читал, в общем-то, он абсолютно связан с этим. Скорее всего, их даже надо было поменять местами, но так как уже программа была написана, то получается, что это идёт второй. То есть, фармакорезистентность как такова. Ну, вы знаете, что 50 миллионов человек в мире живут с эпилепсией. И, в общем-то, к сожалению, около 30% живут с неконтролируемой эпилепсией. Ну, тут приведено исследование, хорошо вам всем известно, профессора Броуди, в плане какого-то пациента, достигших ремиссии, как вы видите, в первый год и уже в течение 10 лет исследования. Фармакорезистентность. Вот это одно из последних определений фармакорезистентности как таковая. То есть, когда же можно считать, что у пациента фармакорезистентность? Тогда, когда мы проверили с вами на максимально допустимой дозе концентрации, при которой не появляются побочные эффекты, несмотря на плазменные уровни противоэпилептийских препаратов. То есть, фактически мы ориентируемся не на плазменные, а на переносимость пациента. То есть, даже если вы видите в плазменных исследованиях токсические дозы, но никаких побочных действий, я думаю, что это может быть и допустимо, согласно этого решения. Ну, резистентность при комбинированной терапии двумя противоэпилептийских препаратами с достижением самой высокой, опять же, допустимой дозы, в общем-то, если не удается добиться эффекта, то, в общем-то, считаем, что только у 20% в дальнейшем мы можем получить результаты, если мы уже использовали, в общем-то, комбинацию с двумя препаратами. Ну, основные факторы риска возникновения фармакорезистентности вам всем хорошо известны. Действительно, это ранний дебют эпилепсии. Почему я очень не люблю детскую эпилепсию? Я имею в виду раннего возраста и стараюсь с ней никогда не связываться, будучи детским неврологом. Действительно, это наиболее трудная, в общем-то, такая наша группа пациентов. Естественно, чистота припадков, полиморфизм припадков, ну и вообще изменения, органические изменения у пациентов. Хотя, вы знаете, на нашем опыте иногда мы видим, что даже наличие выраженных органических изменений головного мозга вовсе не говорит о том, что мы не можем добиться вообще полного купирования эпилепсии. Я видел такого пациента уже около 20 лет, которого мы начали лечить при височных припадках, имеющий огромную кисту, чуть ли не половину височной доли, медиабазального отдела. Но, кстати, он страдал дегестивными припадками, токодегестивными припадками. Полностью компенсирован, уже более 16 лет припадков не видим. Ну, биологическая основа резистентности. Как вы видите, это аномальное созревание мозга, безусловно, нарушение нейрональных ансамблей, значит, реорганизация отдельных областей коры головного мозга, ну, аутоиммунные процессы, ну, естественно, нарушение обмена нейротрансмиттеров. Сейчас выделяют два таких механизма. Это фармакокинетическая гипофиза, как вы видите, в основном связана с повышением уровня антиэпилептических припадков и ингибирование, так сказать, их. Значит, и изменение вольтаж натриевых каналов гамморецепторов, в общем-то, приобретенное в результате прогрессирования заболевания, то есть фармакодинамическая гипотеза таковая. Ну, какая бывает резистентность? Мы отмечаем относительную резистентность, условную резистентность, как вы видите, применение двух основных препаратов первого выбора. В общем-то, в моноидуотерапии мы можем говорить о том, что мы уже видим условную резистентность. Ну, и абсолютная, это, безусловно, комбинация препаратов, включая новые препараты, о чём я и говорил, что, в общем-то, без включения новейших препаратов, наверное, было бы неправильно делать заключение о фармакорезистентности. Ну, а может быть, заподозрена она, безусловно, очень рано, как вы видите, после неудачной попытки использования уже двух препаратов мы можем подозревать. Не зря, в общем-то, рекомендуется, что уже в первый год врач, в общем-то, может предполагать, что он имеет дело с резистентной формой. И всё-таки, абсолютная лекарственная резистентность после неудачной попытки использования шести препаратов. Действительно, исследования показали, что в виде применения первого препарата дало 48% свободы от приступов. После смены первого препарата мы можем ожидать результативность у 35%. После двух пяти – 18% и после шестого-седьмого, в общем-то, не отмечаются. Хотя, если мы возьмём исследование Бровге, очень уважаемого, естественно, эпилептолога, всем вам знакомого, то он показал, что при более пяти препаратов противоэпилептических, правда, в определённой длительности приёма, могут оказаться всё-таки эффективнее, несмотря на то, что уже четыре было использовано. То есть, достаточно интересно. Ну, безуспешность лечения, конечно, это неправильный выбор препарата. Все мы сталкиваемся с том, что к нам приходят пациенты, которые уже принимают противосудорожный препарат, но или неправильный препарат, ещё более чаще – это концентрация неправильной дозы. Действительно, мы об этом забываем, и очень часто пациенты получают недостаточную дозу. Да, действительно, если у него исчезли припадки на малой дозе, ну, так сказать, дай Бог, чтобы так оно и было. Но если мы видим, что приступы повторяются, естественно, доза должна быть обязательно терапевтической, то есть, мы её должны титровать до фактически переносимости у данного пациента. Ну, естественно, применение комбинированной терапии. Конечно, есть и другие причины, я не буду на них останавливаться. Только позавчера, фактически, у меня пришёл пациент, вот, употребление алкоголя. Четыре года был полностью компенсирован, ни одного приступа. Потихоньку, как он сказал, начал выпивать на день рождения 200 грамм виски. Раз, два, три, пять, шесть. А на проводы он решил ещё и вообще хорошо разгуляться. То есть, опять приступ и возвращение, так сказать, к предыдущему состоянию. Ну, понятно, что, конечно, мы имеем резистентные формы, с которыми мы всё равно ничего сделать не сможем. Вот специально я привёл достаточно старые, хорошо вам известные показатели рекомендации ВОЗ. Почему к нам приходят пациенты, которые вот у меня был, которые принимают, так сказать, Вольпрат в 300 миллиграмм? С чего вдруг он должен принимать 300 миллиграмм? Кто это решил? Вот она рекомендация. Полторы тысячи для взрослого человека. Ну, у детей, естественно, пересчитываем на вес. Тут надо уже, ну, к сожалению, у нас есть ограничения, так сказать, фармкомитета, где надо быть очень осторожным, особенно в детской практике, чтобы не переборщить с дозировкой. Вот, ну, чтобы потом за это не отвечать. Это очень серьёзный вопрос. Со взрослыми, конечно, несколько проще в этом плане. Значит, естественно, что большее преимущество представляют какие препараты? Это, конечно, широкий успех. Это же безусловно, потому что мы можем, так сказать, воздействовать на все типы приступов, даже если мы не совсем понимаем, что это за приступы. Вы хорошо, наверное, помните исследования, которые провели англичане. Они собрали своих ведущих специалистов по эпилепсии и взяли сложных пациентов, сложных. Так вот, 35% пациентов, они не пришли к единому мнению какие-то приступы. Если специалисты ведущие не могут прийти к этому, то надо, безусловно, лучше использовать что? Препараты широкого действия. Там, где вы сомневаетесь, так сказать, в характере самого приступа. Ну, если говорить о препаратах широкого диапазона действия, безусловно, конечно, это вольпраты в первую очередь. Вот исследование 716 пациентов, продолжительное исследование в течение 6 лет. Значит, удержание пациентов на вольпрате оказалось выше, чем топиромат и ламатриджин. Я не буду останавливаться подробно, все вы прекрасно видите. Это раз. Второе. Одноготичную реминсию за 6 лет достигли и удерживали в дальнейшем. 66 пациентов на вольпрате, 53 на ламатриджине, 51 на топиромате. Вы понимаете, конечно, когда к нам приходит пациент, мы должны понимать, что мы хотим получить. Если ко мне приходят, особенно подростки, полненькие, значит, то я им даю топиромат. Вот. И действительно, худеют, да. Худеют все, нет. У меня есть такая хорошенькая девчушка, немножко умственной отсталости. Ну, такая приятненькая. Они часто бывают очень добрые, веселые. Не хочет худеть, хоть убей. Приступов нет. Значит, за 6 лет переносимость лечения вольпратом оказалась лучше, чем топиромат, но хуже, чем ламатриджин. Никто не говорит ламатриджин. Вы знаете, в основном сейчас мы рекомендуем применение, особенно в том возрасте, когда барышни собираются все-таки рожать. И выводы исследования СОНАТ, как вы видите, вольпрат значительно эффективнее ламатриджина и топиромата, лучше переноса, чем топиромат, может безусловно оставаться препаратом первой линии при генеризованных и трудноклассифицируемых припадках, по чем я говорил. Правда, в исследовании, как вы видели, сделали выводы, что детородного возраста все-таки требует, конечно, более осторожного подхода в плане назначения вольпроевой кислоты. Следующее исследование – эффективность безопасности применения вольпратов как препаратов первой линии в монотерапии при парциальной эпилепсии. И взрослые, и дети, как вы видите. Что показалось? Количество пациентов без припадков, естественно, увеличилось со временем, но уже на 2 месяца и взрослые, как вы видите, более 70%, и дети несколько меньше, но близко к 60% оказалась эффективность уже через 2 месяца. Я еще раз напоминаю молодым коллегам, что все препараты мы ждем плазменной концентрации, стабильности. Если это, естественно, вольпраты, это приблизительно около месяца. А если это топиромат, ламатриджин, 2 месяца, пока не прошло 2 месяца, не меняйте дозу препаратов, потому что у нас часто очень спешат. То есть 5 дней он принимает, нет, не помогает, давайте быстро увеличивать дозу. То есть вы вышли на терапевтическую, на ваш взгляд, подождите соответствующее время. Эффективность. Значительное улучшение у пациентов, как вы видите, у взрослых оказалось 82%, а у детей даже значительно выше. Значит, ну, умеренное и минимальное улучшение, как вы видите, здесь представлено. То есть вывод, исследование показало, что эффективность вольпрата, в общем-то, препарат широкого действия, все типы эпилептических припадков, безопасный препарат, и, безусловно, рекомендуется в плане первой линии монотерапии, парциальной эпилепсии. Вот монотерапия вольпратами, исследования, которые показали 70% эффективности парциальных и эпилептических припадков, до 90% генерализованных и эпилептических припадков, 65%, 68% криптогенные и симптоматические генерализованные парциальные эпилепсии, 75% другие, неклассифицируемая эпилепсия. То есть там, где вольпраты нам, наверное, более всего и интересно. Ну, в исследованиях было показано, что реже всего на другой препарат приходят с вольпрата пациенты при длительном приеме. Ну, вы знаете, это связано действительно с эффективностью переносимости. А если это поддержание, наивысший уровень поддержания терапии, больные дольше и, в общем-то, находятся на терапии вольпратами, то есть не отказываются от терапии, как вы видите, он 82%. То есть другие препараты, безусловно, дают больше процента отказа. Ну, вследствие высокой эффективности при всех типах припадков, он действительно остается одним из ведущих, несмотря на новые, новейшие, так сказать, несмотря на это, действительно препарат очень эффективен. И фактически в крупных исследованиях, кстати, не показал утяжение, утяжение припадков в связи с его приемом. Если говорить о комбинированной терапии, которая, безусловно, показана при резистентной форме. Ну, когда мы ее применяем? Как вы видите, после неэффективности лечения двумя-тремя препаратами первой линии в максимально переносимой дозировке. Не надо спешить очень часто и быстро переходить на комбинированную терапию. Вы знаете, что сейчас в эпилептологии основной подход – это что, монотерапия. Прошло время, когда мы рекомендовали по 3-4 даже препарата, было и такое. В общем-то, уже доказано, что все-таки эффективнее применение одного препарата. Ну, все остальное вы тут видите, я не буду на этом останавливаться. Это комбинации. Тоже интересные, в общем-то, сочетания. Вот они перед вами стоят. Как вы видите, в основном как раз вот вольпраты позволяют действительно сочетать со всеми остальными препаратами. Кроме, в общем-то, не рекомендуется фенобарбитал и бензонал. Все-таки нерекомендуемые комбинации препаратов. И я хотел бы, уже заканчивая свое выступление, обратить ваше внимание на одну особенность. Профессор Броуди провел, на мой взгляд, очень интересное исследование. Ну, не только на мой, наверное, скорее всего. Значит, в чем? А вот частота приступов в месяц связана с качеством жизни пациента. И вот, как вы видите, вот оно. Смотрите, вот в месяц 10, 11, 12, 14 приступов. А особого снижения качества жизни, ну, оно есть, конечно, но все-таки не столь. И в то же время он показал взаимосвязь при высоких дозах противоапилептических препаратов. То есть токсических влияния препаратов. Смотрите, что получилось, что оказывается. Можно сделать простой вывод. Не всегда больных надо пытаться довести до, так сказать, минимальной, ну, так сказать, проявлений заболевания. Может быть, надо быть с этим осторожным. Я, правда, имел такой собственный опыт, когда я маме сказал, что будем увеличивать дозы ее сыну, тяжелому травматику. Вот. Уже он принимал три препарата. В общем, короче, мама в течение двух лет сама увеличивала эти препараты. То есть там в Альпратову было что-то 5000 ламатриджина, там еще что-то 3,5 где-то. Вот. Ну, так сказать, нет, 500-600. В общем, короче, вы сами понимаете, что это дает. Приступы остались. А качество жизни резко, резко у пациента ухудшилось. Да, конечно. Значит, рекомендация того же Броуди перейти на ноль. Безусловно, это было бы желательно для данных пациентов. То есть отсутствие приступов, побочных эффектов, бремя для семьи. Значит, все это так. Действительно достигнут серьезный прогресс в лечении эпилепсии. Все мы это хорошо знаем. Но, к сожалению, переход нулевого, переход о котором и говорил Броуди, пока дело только. Не исключено, что и далекого будущего, несмотря на новейшие, в общем-то, препараты. Благодарю за внимание. Высоких дозок противопереживания.